На очередном заседании Совета народных депутатов обсуждалось много вопросов, которые так или иначе касаются всех жителей города Рассказово. О проводимой работе на территории города рассказал начальник МОИ МВД России Рассказовский Игорь Валерьевич Ситаев, обратив внимание депутатов на имеющиеся проблемы. Начало заседания Рассказовского городского совета прошло на позитивной ноте. Вручали поздравления, грамоты и благодарственные письма. Затем перешли к делам насущным. Одним из главных пунктов заседания стал вопрос о планировании городского бюджета на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов. Софинансирование мероприятий по содействию созданию субъектов Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 8 млн 650 тыс. рублей. Котестацию автоматизированных рабочих мест 680 тыс. рублей. Первый заместитель главы администрации Александр Игнатьевич Таранков выступил с докладом о нововведениях, которые были введены в сообществе «Добровольная народная дружина». Серьезным стимулимом более широкого увеличения населения в деятельность на родные дружины может быть поэтапно, что это даже львот для дружинников. Поэтому мы предусмотрели, что те налоги, которые у нас остаются в городе, это земельный налог и налог на имущество, предоставят такую львоту. И кроме того, это то, что это городской совет. В принципе, там объем финансирования не такой большой, как мы с вами говорили, там выпадающие доходы. И кроме того, мы предусмотрели внести в список лиц, которым будет предоставляться право в неочередном представлении мест в детских садах, тоже вот в наш регламент муниципальное представление места в детском саде. Это необходимые меры, так как по всей стране идут сокращения сотрудников органов внутренних дел, а привлекать население нужно. Общество «Народная дружина» неоднократно помогало администрации города и сотрудникам полиции, так как на массовые праздники необходимо максимальное количество блюстителей порядка. Основным моментом стало выступление начальником ОМВД России Рассказовский с просьбой обратить внимание на проблему роста наркомании и болезни 21 века интернет. Значит, факты мошенничества увеличились с 62 до 73. Это то, что касается сферы интернета, сферы телефонного мошенничества. Доходит до того, что практически люди, зная о том, что такое родное преступление происходит, тем не менее, не проверяя ту информацию, которая по телефону поступает, сразу же расстают с денежными средствами. Далее, опять же, сфера интернета. Незаконный оборот наркотиков. То же самое, количество выявленных преступлений у нас увеличилось. То есть, то, что мы взяли. Это, значит, в том году было и со всеми преступлениями, сейчас 85. Но надо также отмечать, что в городе наркотиков стало больше. Опять же, проходит это все через интернет. На заседании народным избранникам представили нового директора Рассказовского рынка. За несколько месяцев работы на новом посту Сергей Клемешев уже успел решить многие проблемы и рассказал о новых планах в работе Рассказовского рынка. То есть, в цели сокращения расходов на содержание рынка была проведена оптимизация рабочих мест, по итогам которого вместо 36 сотрудников в настоящее время на предприятии работают 22. Причем данное сокращение численность никак не сказалось на работе самого рынка. То есть, были совмещены должности, были урезаны зарплаты, были уволены сотрудники, как бы рынок работает так, как работает. После проведенной сокращенной формы заработной платы с 550 тысяч, сейчас у нас понизилось до 400 тысяч рублей в месяц. Таким образом, Рассказовцы уже осенью смогут посетить крытый рынок города, график работы которого планируется быть шестидневным. Помимо прочего, Аржинский рынок тоже планируют отреставрировать. Виктория Шишкина, Михаил Брыксин, Новости ТВ Рассказова.